Зачем вы кофе пьете? Кофе вреден для лошадей. Ну это очень смешные шутки. Зачем вы сюда приехали? Ну послушайте, вы же все-таки мужчинам, я кажется, так женщинами говорите. Ну с вами можно, вы не с добрыми целями, намерениями приехали. Почему с недобрыми? Я вот кофе пью с утра. Я знаю ваших истинных намерений. Какие мои истины? Я не хочу, чтобы вы находились в нашей республике. А какие мои истины? Мы и так нахватались хлопот в свое время. Чего мы хватались? Хлопот из-за таких людей, как вы. Это каким образом? Вы знаете хорошо? Нет, я не знаю, о чем вы говорите. Вы не кандидат в президенты и в подметки не годитесь. Вы кофе не хотите? Да, побили кофе. Скажите, а почему вы так с женщиной незнакомой разговариваете? Я вас хорошо знаю и ваши цели мы хорошо знаем. Я, насколько знаю, у вас в республике очень достойные мужчины, которые считают, что это неуважительно. Неуважительно так разговаривают с незнакомыми женщинами. Поэтому я вас очень прошу разговаривать со мной достойно. Я нахожусь в своей стране. Я нахожусь в своей стране. Давайте мы обойдемся без провокаций. Никаких провокаций нету, просто вам не место тут. Вы просто садитесь в машину и уезжаете. Я услышала ваше мнение. Мы не рады вам тут. Вы не рады. Я услышала ваше мнение. Никто не рады. Например, за весь народ я говорю. А вы только что с нами взорвались и сказали рады. Я представитель Теченской республики. Я президент. Представитель Теченского народа есть? Памилья имя. Тот, кому нужен, все знают. Мою кабелью. Да, сзади толкают. О, тогда вы непонятно кто, непонятно. А может вы и не теченец? Я теченец, я теченец. А паспорт покажите вам. Я не должен. Я не должен таким, как вы паспорт показывать. Таким, как вы и вы вас слушаете. Хорошо. Ну что, давайте мы не будем ругаться. Давайте мы не будем ругаться. Но вы сказали то, что сказали. Хорошего вам дня. Пусть у вас все хорошо будет. Спасибо. Никто кофе больше не хочет? Ближе можно. Издачи нет. Сейчас я переведу ему новую. Воскресенье, вы там. Часто у вас вот такие вот ребята попадают? Если честно, вы не попадаете. А, мы все попадаем на Маску. 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 А я вам слава. Погоди. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Некрасиво так же разговаривать, честно. Конечно, не красиво. А вы красиво делаете? А я что делаю? Я по вашему проспекту гуляю. Приехала в воскресенье гулять. Конечно. Конечно, смотрим. Давай, Кобыла. Мы все смотрим. А лица почему закрывает? Страшно? А лица не закрываем, ладно. Ну вот у меня лица открытая. Давай, Кобыла. Домой, Вали. Домой. Валей, домой! Домой. Мы все, как вы селаетесь, собирались. А? А имя, фамилия, господица? Да? Мы уже сделаем. Погоди шпакли. Ну вот мы. Че здесь? Че здесь? Алица видно, фамилия. Ура! Ура! Валей! Ну хоть придумайте. Ну что? Магомед и Слава. А вот я. Курстан, призывай. Курстан, да? Курстан. Домой, вали! Я считаю, что, конечно же, это специально организованные провокации, которые делаются, чтобы показать недовольство жителям. Ну, смотрите, ну вон идут люди прекрасные, улыбаются, все общаются. Просто вы посмотрите сами, что безлюдная абсолютно улица, и специально вдруг, откуда ни возьмись, в 11 утра группа мужчин, которые закрывают свои миссии. Я не первый раз в Чечне, я была в Чечне сразу после конца Второй Чеченской войны. Я помню, как город лежал в руинах, и я это все видела собственными глазами здесь. Я была потом еще раз, я была еще раз, когда уже отстроили город. Ну, это вот по-другому, по-другому. И, соответственно, я была еще раз, когда уже отстроили город, конечно, здесь была проведена большая работа. Но ведь это не значит, что не нужно защищать правозащитников. Это значит, что не может быть так, что люди, которые ходят по городу Российской Федерации, а грозные, я хочу напомнить, город в моей стране. Ну, и вы видите, что мы идем в ситуации, когда люди специальной толпой ходят рядом с нами, чтобы кричать, я считаю, что это неправильная ситуация, некомфортная. Я не хочу, чтобы в моей стране было там. Я, понимаете, адекватный чек, я оцениваю, что здесь очень много было построено, и действительно город поднялся из руин. Это действительно так, и много чего было сделано. Но я считаю, что нельзя сажать в тюрьму правозащитников. Я считаю, что нельзя обижать слабых. Я считаю, что мужчина так не должен говорить по отношению к гостю, который приехал в этот город и идет по проспекту и пьет кофе. Я хочу жить в ситуации, когда люди дружат друг с другом, улыбаются друг к другу и нормально общаются. Мне кажется, что это нормальная ситуация, понимаете? А сейчас ситуация не вполне норма. А в чем это? Ну, в том, что вот вы так общаетесь с нами. Я же вам ничего плохого не делаю. Вы меня спросили, в чем не нормально. Домой! 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 Я не ухожу от диалога. Прямая дорога на Москву. Домой! А давайте вот мы к полиции подойдем. Здрасте. Вы знаете, вот эти молодые люди кричат оскорбления в наш адрес и не дают гулять. Мне вот вы как полиция Российской Федерации, вы почему никакие меры ничего не имеете? А что они сказали? Предприните, вот посмотрите, вот этот молодой человек очень агрессивно себя ведет. Я хочу с вами лишь в диалог вступить. Ну, так я же с вами вступаю. Где вы были, когда двух воинов у нас через Мезоруку пропускали одним из вам? Где вы были? Почему где были кровать человека тогда? Почему сейчас, когда у нас самый стабильный и мирный регион из восьмидесятых регионов, Российской Федерации? Вы все прекрасно это понимаете, что у нас самый безопасный регион. Но, тем не менее, вы находите силы и смелости, чтобы оскорблять наше руководство, говорить, что у нас нету... Просите, а каким образом я оскорбила вашу коробку? Где лучше, чем в Чеченской республике? Если вы хотите поговорить, давайте поговорим. Я с удовольствием поговорю. Вы не умеете дальше слушать, какой из вас президент, извините меня. Вы же меня перебиваете. Вы сказали, я хочу задать вам вопрос. Как конкретно я оскорбила чеченский народ или вашего руководителя? Конкретно мои цитаты можете привести, где я кого-то оскорбляю? Вы и вся Россия лучше все это знают. Вы говорите пустые слова. Зачем мне вас цитировать, скажите мне, пожалуйста. Таких цитатов вы не найдете. Вы как чиновник, как журналист, несостоявшийся человек, зачем мне вас цитировать? Если бы вы были хотя бы на уровне жирновского, я говорю только о том, что здесь существует проблема с правозащитниками. Я хочу, чтобы здесь люди защищали слабых людей и чтобы их здесь за это не арестовали. Я только выступаю за это. Он заслуживает много людей, чем вы. Вот, например, свободу ютуба сети. Это человек, который был арестован в Чечне здесь. Он начальник мемориала. Подождите, вы слышите. Пока его с наркотиками не задержали, слушайте вы президент, кандидат, слушайте его милиции. Все его друзья знают, что он к наркотикам не имел никакого отношения. Друзья, я говорю вам, пока о нем не писали, ваши же якобы правозащитники, мы даже не знали, кто он. Понимаете? Ни один человек. Мы сейчас же его узнали. Почему вы? Давайте мы вместе со мной. Простые жители, скажите, кто-нибудь знает Аюба Титиева? Кто-нибудь никогда-нибудь слышал, что он правозащитник? Я его знаю. Он защищает права людей, которые здесь пропадают без вести, которых убивают. Кто пропал? Но почитайте его расследование. Вы только что оскорбляете руководство, раз здесь пропадают люди и убывают. Каким образом я кого-то оскорбляю? Кто их убывает и как они пропадают? Об этом он и вел, в том числе, расследования, об этом часто пишут в газетах. Почему не привлечь к этой проблеме внимание? Я не могу понять, в чем здесь оскорбление. Где конкретно кто-то по одному человеку? Смотрите, я приехала в ваш город, я приехала в ваш город, с абсолютно мирными целями. Ну, другие цели в нашей республике не могут быть. Вот, вы согласны, что я с мирными, значит, цели. Ну, другие не могут быть. Кому же, как вы считаете, нормально ли, что я иду по улице, а вслед мне кричат какие-то оскорбления? Кто скричал? Ну, как, ну, вон, 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 люди здесь кричали, это слышали все журналисты. Да, я не могу за людей, это я за себя отвечаю. Я, как гражданин Российской Федерации, я, как любой человек, который имеет право голоса, право свободы слова, я вам говорю, вы здесь не своей тарелкой. Почему? Вас здесь не любят. Кто? Скажите, люди, кто ее хочет выбрать президенту, скажите мне. Кто поставит? Да, вы житель Чеченской Республики, погодите ваши регистрации, приехали с Собчаком и говорите не. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вы считаете, я не могу находиться в Грозе? Если мы вас до этого видели, полуколы, пандертекти. Я, как гражданин России, как вы считаете, я могу находиться в Грозе? Ну, зачем вам эти папарацци, приезжайте просто так. Ну, а почему я не могу, вот я приехала к вам. Например, приезжайте, гости здесь есть, журналисты, чекан-то, да, или с других СМИ. Нет, зачем? Я говорю, вы журналисты, вы журналисты? Я сейчас кандидат в президенты. У нас кандидатов нет, но будучи кандидатом президента российской федерации, вы увидели, как журналист, попасть на пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, так ли? Что? Вот так же приезжайте, как журналист, журналистам, гостям, не будут никаких претензий. Понимаете? А что, у вас претензия, что кандидат в президенты к вам приехал? У нас претензия, что до 2 к нам приехал. Понимаете, просто у вас репутация какая-то. Знаете, я в доме 2 уже 10 лет не работаю. Вы знаете свою репутацию лучше в нас, вы знаете. Свою же репутацию. Давайте, мне кажется, в принципе, насколько я знаю, ваши традиции, публично обсуждать такие вещи, считается не очень принятым. Давайте, как бы, я уважаю ваши традиции, вы уважаете традиции нашей большой страны. Вперед самомусь к себе, Ксения, вы пожалеете своего покойного отца, пожалуйста. Спасибо большое. Давайте, ну правда, вас попросили эти вещи все делать, вы их делаете. Это уже вот диалога, у меня нечего к ней говорить. Я удивляюсь, как не те, кто ее делать.